Красноярский край после великого числа громких побед можно смело назвать спортивной столицей России. Мы говорим санки, а в уме держим что? Бобслей. И сегодня все секреты о самых скоростных санях расскажет призер Олимпийской сборной по бобслей Роман Орешников. Доброе утро. Мы тут уже за кадром многое наговорили. И еще чуть-чуть многое наговорим. Да, интерес повышенный к этому виду спорта. Доброе утро. Знаем, что изначально у вас занимались вообще легкой атлетикой. Как произошло вдруг у вас? Из строения другой вид спорта, другое направление. Сначала занимался легкой атлетикой. Переехал в Новый Чебоксарск. Там я занимался в районе пяти лет. Думаю, что-то здесь все-таки это не мое. Вот хочется более такого, более серьезного адреналина. В итоге решил себя попробовать в Бобслей. Ну и когда у меня произошел первый спуск, в первоначале я вообще ничего не понял. Вы туда предложили или вы просто увидели по телевизору и подумали, а почему бы нет? Нет, на самом деле до этого я общался с тренером Сергеем, Смирновым Сергеем Владимировичем. И он объяснил, что это за вид спорта. Говорит, Рома, давай попробуем? Я говорю, да, конечно, давайте. Ну и в итоге это... Как первый спуск, ваше ощущение, чтобы понятно было нашим телезрителям, что это не просто на саночках прикатилось? Первый спуск, первый спуск, мне кажется, его любой спортсмен помнит, который у нас на данный момент есть в Бобслее. То есть такое ощущение, будто вас посадили в бочку, скинули со скалы или с горы. Ты не понимаешь, куда тебя несет, чем, что ты здесь вообще делаешь. В итоге, когда приезжаешь к финишу, на тебя кричит, пилот тормози, большими криками либо бьет по шлему, ты пытаешься быстро затормозить и потом понять, где ты вообще находишься. То есть у вас есть какой-то определенный руль, да, или что это? Чем вы тормозите? Нет, там идет гребенка, то есть ты ее на себя направляешь, и внизу она опускается на лед, и при этом идет торможение. То есть механическим путем торможение происходит. Скажите, я так понимаю, собственно, особо от первого спуска ничем не отличаются ощущения, ну, в том плане, что точно так же ничего не видишь. Я, как понимаю, это владение корпусом, ну, в том плане, что вы переваливаете со стороны в сторону, дабы болид не перевернулся. Нет, к этому мы уже приходим чуть-чуть позже, когда мы уже понимаем, что на самом деле нам это нравится, мы на самом деле уже начинаем изучать трассу. Потому что первоначально есть определенный страх, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть где-то после 20-30 заездов ты хотя бы более-менее начинаешь уже понимать, к чему это и что от тебя требуется. И уже на профессиональном уровне, то есть пилот, когда он едет, он идет на грани. И чтобы Боб, по крайней мере, не лег на вираж, либо от виража, то есть вот здесь вот так мы называем, нужно кантовать. То есть если он едет вот на этот вираж, мы на него, конечно, чтобы ни в коем случае не было переворота. Но вы же вообще совершенно не видите трассу, находясь сзади. Почему? Перефирическим зрением, то есть я, к примеру, сидел вторым за пилотом в четверке. Ну и, по крайней мере, перефирическим зрением, то есть все равно трассу и болельщиков, которые там видно. А страх проходит со временем или все-таки остается? Ну все мы люди, конечно, страх есть. Страх есть, но его либо ты перебарываешь, либо ты в итоге уходишь с этого вида спорта. Ну и понимаешь, что это не мое. Ну, а максимальная скорость? Помните, какую разве? Максимальная скорость у нас была в Ванкувере в районе 160 км в час. Слушайте, это серьезно, когда ты очень низко к земле. Это настолько, я думаю, чувствуется по-особенному. А сколько времени нужно для того, чтобы изучить трассу, как я понимаю, немного обкатать ее? Ну, время какое-то ждается перед соревнованием, там, квалификация, что-то вот. Ну, на самом деле, мы когда приезжаем на трассы, там буквально 4-6 заездов дается, день отдыха, и сразу же поехал на соревнования. Но так как мы каждый год выезжаем на эти трассы, мы уже, конечно, их знаем все. И у пилота, где возникают трудности, он говорит, на том или ином вираже мы начинаем тантовать. Все. Расскажите, пожалуйста, про Боб, что он из себя представляет и где его производят в России? У нас, конечно, в России такого производства пока на данный момент нет, к сожалению. То есть для нас его изготавливают, это немцы изготавливали до этого. Сейчас в Австрии для нас их подготавливают, вот эти вот болиды. Стоимость, конечно, у них, но очень дорогая. То есть так как это делается индивидуальный заказ, то есть там идет металлическая рама внутри, и сверху это в основном идет карбон, чтобы он был как можно легче. К примеру, вот вес четверки весит, ну вот у нас была 100, ой, 212 килограмм. То есть это довольно такой серьезный вес. Вы уже сами заговорили об индивидуальности этих мест передвижения, ну если их можно так назвать. Знаем, что у вас есть какой-то уникальный золотой Боб, который у вас всегда с собой, правда ли? Золотой? Откуда ты знаешь? Я слышал, что просто Боб. Нет, на самом деле, да. На самом деле, сейчас я все расскажу и даже покажу. Ух ты! То есть у нас получается какая ситуация. Мы выступали на чемпионате мира юниорском. Ну а там у нас был главный тренер, он говорит, займете золото, я вам подарю по такому Бобику. Мы, конечно, улыбнулись, переглянулись. Ну как так? Ну надо же показать на самом деле, на что мы. В итоге к финишу мы приходим первые. И после этого, ну на протяжении там через 3-4 месяца мы их получаем. То есть выглядит это вот примерно вот так вот. То есть вы понимали, о чем тренер говорил? Бобики, да? Конечно, конечно, конечно. Ух ты! То есть сделали форму в Швейцарии, продавались они серебряные. Мы его приобрели, нам сделали форму. И после этого вам принято уже подарил. Конечно, обязательно. Это двойки были в чемпионате? Нет, это были четверки. Но четверку я почему не повешал, она бы длинная была. Подождите, есть еще четверка у вас? Да, есть двойка, а есть четверка. И он подарил такой и такой комплект? Нет, он подарил только двойку. А четверку уже подарил кто-то другой? Нет, ну четверки нету, потому что их еще не было в таком маленьком изготовлении. Ага, ну это все-таки индивидуальная вещь, я так понимаю. Если бы серебро занял, он бы серебро подарил? Не говорил ничего? Не знаю, у нас было первоначально. Мы хотим золото, все. То есть у нас ни второе, ни третье место, как-то мы уже на него не рассчитывали. Только золото. Ну и получили, конечно, по заслугам. Вот она, пожалуйста, с собой. Если вы сильный и смелый и любите адреналин, то вам дорога в бабслей. У нас в гостях Роман Орешников, призер олимпийской сборной по бабслей. Спасибо большое, что раскрыли все секреты.